На этой неделе в Киеве умер ребенок от менингита. И за последний год случаев заражения этой смертельно опасной болезнью по всей Украине стало больше. К примеру, только в столице заболели 27 человек, трое детей погибли. Для сравнения, за весь прошлый год было лишь 10 заболевших. В город администрации даже выступили со специальным обращением к родителям, призвали не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачам. Ведь начальные симптомы менингита очень напоминают обычную респираторную инфекцию. И самое главное, быстро установить диагноз. А вот обезопасить себя от инфекции практически невозможно. Оказывается, уже полгода в Украине нет вакцин от менингита. Их просто не закупили. Евгения Коваленко продолжит тему. Детские игрушки аккуратно разложены по полкам, как будто не тронуты. Это один из столичных детских садов на Печерске. Обычно здесь шумно, но сейчас пусто и тихо. Каждое утро воспитатели приходят на работу, но родители не приводят своих детей. Боятся смертельной болезни. На этой неделе двухлетняя Милана, которая посещала этот сад, умерла от менингита. Воспитатели в шоке. Детинка была настолько прекрасна, чудовая девчонка. До последнего дня, сколько она ходила, была веселая. Каждый день счастлива, красива. Танцовала, спевала. Чтобы дитина была в хворох, хоть трешечки, мы завжди батькам звоним, и батьки забирают детей. Сначала у ребенка резко поднялась температура. Родители вызвали скорую. В этом году это уже третий случай детской смерти от менингита только в Киеве. А перед этим загинула дитина трех месяцев и четырех лет. Сейчас этот сад на карантине, но его не закрыли. Все помещения продезинфицировали. А родственников больной девочки, воспитателей и детей, которые с ней контактировали, отправили на медобследование. Результаты должны быть до конца недели. Я просто знаю, что каждая дитина здорова. На каждую дитину заведены медичные документы. И дети под наглядом. А некоторые родители и не дожидаются результатов анализов. Но никакие бабушкины методы профилактики от менингита не спасут. Это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Вирусный менингит может подхватить любой человек. Но чаще всего это люди со слабым иммунитетом и травмами центральной нервной системы. В особой группе риска маленькие дети. Почти каждый 20-й ребенок при заболевании умирает. Заразиться можно где угодно. В транспорте, магазине, в больнице или просто на улице. Менингит передается воздушно-капельным путем. Самое главное вовремя диагностировать недуг. Но самая страшная форма болезни – менингококцемия. Другими словами – сепсис. Именно от менингококцемии умерла трехлетняя девочка в Драгобыче в прошлом месяце. Как и Милану из Киева, ее с высокой температурой забрала скорая. Но через несколько часов ребенок умер. Часто в таких случаях врачи не успевают даже поставить диагноз. И об этом случае другим родителям в детсаду, куда ходила больная девочка, сразу ничего даже не сказали. Они узнали об этом из новостей. Это их очень возмутило. Родители требовали немедленно ввести карантин. Некоторые подозревали, что переносчик вируса – кто-то из работников сада. Проветривание, кварцование помещения. Санстанция сделала дезинфекцию. Были обслуживлены все дети дошкольного заклада и все работники дошкольного заклада. Результаты показали, что на сей менингококковой инфекции у нас нет. Сейчас уже об этом случае вспоминают с ужасом. Но паника прошла. Врачи говорят, менингит действительно сложно диагностировать. Ведь симптомы такие же, как при обычной ОРВИ – головная боль и лихорадка. Единственный способ хоть как-то защитить ребенка – это прививка. Но только не в Украине. Ведь вакцины попросту нет. Врач говорит, некоторые ее пациенты ездят за прививками за границу. А те, кому это не по карману, ждут, когда вакцина появится у нас. Это при том, что ситуация с менингитом в стране уже вызывает обеспокоенность. Только в Киеве заболели 27 человек. Среди них 18 детей. В прошлом году таких пациентов было в три раза меньше. А во Львове на этой неделе госпитализировали сразу пятерых детей. У всех подозрения на менингит. В двоих диагноз уже подтвердили. Ольга с сыном тоже пришли провериться. Детина в школе, в хате, абсолютно никакого контакта с хорами. Детина не мала. Но часто хвори, имеют иммунитет. В Госпродпотребслужбе уверяют, эпидемии менингита пока бояться не стоит. Статистика не критична. С начала года по всей Украине зафиксировали больше 200 случаев. Большинство заболевших – дети. Медики утверждают, любые болезни можно предотвратить. Даже такие опасные, как менингит. И самое надежное средство – это вакцинация. Но украинцам такая профилактика пока недоступна.